Рекламно-информационная программа. Представители Большого Драматического Театра имени Качалова. Это Казанский Академический Русский Большой Драматический Театр имени Василия Ивановича Качалова. Добрый день. Говорим мы, во-первых, Александру Славутскому, художественному руководителю и директору данного театра. Добрый день. Спасибо. Здравствуйте. И Светлана Романова, актриса театра, народная артистка России и Татарстана. Да, здравствуйте. Светлана Геннадьевна, добрый день. Добрый день. С 13 июня, да, напомним, вы гастролируете у нас в Драматическом Театре Кировском, и гастроли уже подходят к концу. Хотелось бы в первую очередь знать о ваших впечатлениях о городе нашем, о кировских зрителях, как вас принимают. Пожалуйста, Александр Яковлевич. Ну, зритель замечательный, принимают нас замечательно. Аншлаг на каждом спектакле? У нас полный зал, в общем, процентов 96 заполняемость, ну, за счет того, что там есть приглашение и все. Такой заполняемости крайне редко можно увидеть на гастролях. Поэтому я делаю для себя вывод, что все-таки город театральный и был театральный, несмотря на то, что он небольшой. По сравнению с Казани, конечно. Ну, да, ну, да. Ну, он в центральной России, здесь работали нормальные люди в свое время. Поэтому я думаю, что он заслуживает внимания и власти, я имею в виду здания театра, которые надо приводить в порядок. Я думаю, что вкладывать в искусство, в театр, это вкладывать в генофонд народа. Вот поэтому я призываю, как депутат Государственного Совета Татарстана, я призываю вкладывать деньги, вложить деньги. Потому что это, в общем, единственный крупный театр, площадка крупная, гастрольная у вас. Надо его привести просто в порядок, тогда вообще будет все замечательно. То есть сейчас, можно сказать, что вы напрямую к руководству нашего региона обращаетесь. Под руководство осенью изберут, я надеюсь, что изберут. Куда же мы денемся? Куда же мы денемся, изберем. Я думаю, это самое руководство, которое сейчас вас слушает. Оно будет, видимо, избрано. Да, оно хорошее руководство. Они пригласили нас сюда на гастроли. Это как бы такой подарок Татарстана Кировской области. Поскольку вообще гастроли мало, рентабельное дело. Оно не бывает никогда рентабельным. Хотя... То есть не ставится задача сорвать какой-то большой... Нет, ну, во-первых, мы не поднимаем цены до такой степени. Мы понимаем, что театр датируется под зрителя. Под того человека, который приходит на спектакль. Поэтому мы понимаем, что есть какой-то предел в ценах. Хотя вот тут говорят, Лепс приезжает у вас, какие-то 7-8 тысяч билетов. Да, буквально на днях видел афишу. Да, ну, я-то думаю, что это... Ну, что теперь сделать? Ну, есть люди, которые это любят. И могут себе позволить. Ну, если хотят платить 8 тысяч за Лепсо, пусть платят. Конечно. Пусть платят за Лепсо. А мы привозим настоящий репертуарный театр. Мы привезли 5 траллов 20-тонных декораций. Мы привезли всю труппу, там, 75 человек. Это затратное дело. Скажем, если смета стоит, ну, 3 миллиона, то... У вас мы заработали 4. Это, так сказать, у вас мы даже заработали деньги. Хотя часто мы не зарабатываем по нулям. Бывает это максимум, что считается успешным. Спасибо за подробности такие. Ну, я же худрук и директор, поэтому я должен, с одной стороны, поэт, с другой стороны, считать должен деньги. Светлана Геннадьевна, ваше впечатление тоже хочется услышать. Ну, действительно, замечательный, очень хороший прием, полные залы, замечательная совершенно публика, открытая, искренняя. Даже в каких-то моментах спектакля они реагируют, где не реагируют, допустим, в нашем или в другом городе. Очень много таких трогательных встреч просто на улице, в магазине. И очень открытые, и они так рады, и об этом с таким вдохновением говорят. Здесь очень хорошее впечатление. А вы в каких постановках задействованы? Я почти во всех. Всего их 7, да? Да. Кроме одного спектакля. Так я почти каждый все время вижу их, слышу. Гастроли будут завершаться, напомните. 26. 26 июня. Да. Спектаклем «Пиковая дама». Да, что еще можно будет посмотреть вот до этого момента в нашем исполнении. Роковые яйца у нас, «Золотой слон» сегодня, «Женитьба Фигаро» и «Пиковая дама». Четыре спектакля осталось. Ну вот сразу же хочу сказать, что два билета, вернее, один билет на две персоны мы сегодня разыграем. Во-первых, «Золотой слон» сегодня как раз-таки, да, 23-го числа. И на 26-е, на завершающий день, собственно, гастроли, на «Пиковую даму» сегодня тоже разыграем. Ну, и у нас есть еще прочие, конечно. Призы для наших слушателей, мы чуть позже их озвучим. Какие постановки, на ваш взгляд, какой-то наибольший интерес у кировского зрителя вызвали? Да, трудно сказать, потому что у нас там разница очень небольшая. 700 билетов продано или 685, понимаете? Это незначительно, так сказать. Все спектакли принимают одинаково хорошо. Ну, мы привезли вам спектакли, которые мы сами любим. А это, вот, вы знаете, что вы сами любите? Я люблю, что сам. Все спектакли, которые привезли, я поставил, поэтому... Ну, вы сказали, что вы любите. Я их обожаю. Я их люблю, но «Пиковую даму» люблю, «Фигаро» люблю сейчас. «Фигаро» у нас последний мой спектакль был. Нет, не предпоследний. Да и «Брак по-итальянски» люблю. Да нет, но я все люблю. Трудно сказать, что какие-то дети нелюбимые. Это же как бы то, что сделано самим. А, кстати, вот в вашем творчестве вы всегда беретесь за дело, зная и надеясь, что вы сделаете это здорово. Либо были когда-то случаи... А что уже, если не верить в себя, зачем делать? Нет, просто, может, были когда-то случаи, когда вот вроде с большим энтузиазмом взялись за это, но вот до конца не смогли довести. Ну, творчество — это же не секс, так сказать. Там осечки бывают. Да, в творчестве, значит, есть время, есть возможность подумать, переделать, поправить, так сказать. Мы не торопимся, мы много спектаклей не ставим, считаем, что это порочная практика. Во-первых, это очень дорого. У нас дорогие спектакли. Если, скажем, ваши коллеги мои дорогие говорят, что у них там 700 тысяч на весь год на постановке, то у нас один спектакль стоит 2,5-3,5 миллиона. Поэтому, правда, они себя оправдывают, оправдали. Окупают. Уже много раз окупили. Последний, вот, скажем, даже укрощение строптивой уже тоже себя оправдал. Это делал режиссер у нас Коняев из Ленинграда. Делал Григорий Титковский тоже из Санкт-Петербурга. Это ученики Додина все. Ну, вот, они себя уже тоже все оправдали, несмотря на то, что они не дешевые. Ну, и Фигаро у нас спектакль где-то трехмиллионный, но он себя оправдал уже, так сказать, в три раза. — В общем, как директор сейчас говорит. — Ну, а как мне говорить? — Он же не разделится на две равные части. — Ну, это действительно... — Ну, время такое, что надо считать деньги. И, ну, вот, мы за сезон заработали где-то 50 миллионов сами, театр наш, от проката спектаклей. Нет, как мы ни грибы не выращиваем, ни в аренду не сдаем площадку. Мы прокатываем свои спектакли. И еще стараюсь строить российский репертуарный театр. Театр-дом, где есть старшие, по крайней мере, ученики. И чтобы это было святое место. — Как благодарят вас, жители нашего города, пришедшие на спектакль? — Да. — Ну, традиционно аплодисменты, конечно. — Конечно, аплодисменты. — Ну, понимаете, аплодисменты, они действительно разные цветы. Много очень цветов, искренне как-то. Вот на спектакле «Пиковая дама» женщина подарила такой чудесный, изумительный горшочек с анютиными глазками. Вот он живет в номере. — Живые они, в горшочке. — Живые. Они сами посадились, сказали, что специально для нашего театра. — Ну, у Светланы Геннадьевны, у нее все время творческие встречи бывают. Она уже тут во всех в допществе. Книга Любов оказалась в музее. И какие-то книжки все время дарят везде. — Это вы сами как-то находитесь, пообщаться, с кем встретиться? — Нет, я просто иду. Никто я не с ней... Так случается. — То есть идете и знакомитесь, да, непосредственно? — Ну, я не знаю... — Она пошла в музей. — Ударственные вятки? — Салтыкова, да. Там ее встретили люди, которые были на спектакле. — Просто люди у вас были на спектакле. Такое ощущение, что мы все живем будто где-то рядышком. — В одном пространстве, да? — В одном пространстве. Они просто настолько искренне, они подходят и говорят какие-то слова, благодарят, говорят о своих проблемах, о своих печалях, о жизни. Действительно, очень много встреч. Не только у меня одной. Вот просто люди идут, актеры в магазин, к ним подходят. Ну, вот сегодня мы пришли в вашу студию. — Город-то небольшой. — Город небольшой, да. — И поэтому для них приезд нас много. Если бы, скажем, там, как Москва, 11 миллионов, там, попробуй встретиться и увидеться, те, кто были. А у вас, они вот рядом на улице встречают, везде мы были, мы были, мы знаем. Я там сегодня был в одном месте, мы были, мы вас видели, мы посмотрели, так сказать. Поэтому это как раз хорошо. Ну, как в своей, в одной деревне. — Ну, в хорошем смысле. — Так у нас в хорошем смысле большая деревня. — Ну, конечно, конечно, а что в этом плохого? — Если покопаться, у нас все родственники вообще живут здесь. — Ну, наверное, только поговорить полчаса, и все уже родственники. — Поэтому очень важно, что они говорят, что для них это, вот, интернете пишут, что для них это праздник для людей. Вообще, я такой театр строил всегда и строю. Театр души, театр сердца. Театр должен доставить человеку радость, с моей точки зрения. Если в зале зритель не смеется, не плачет, не сопереживает, на хрена такой театр сегодня нужен. Потому что можно включить интернет, включить телевизор и увидеть массу, так сказать, преступлений, убийств, всего, чего хотите. Поэтому для меня, ну, это не значит, что я хочу, чтобы был, так сказать, такой, навеять человечеству миф золотой. Так сказать, я не строю такой вранья. Главное, чтобы не врать. Потому что я исповедую человеческие традиционные ценности. Для меня любовь — это любовь мужчины и женщины. Я не буду делать про какие-то, так сказать, отклонения сексуальные. Они есть, ну, и пусть будут. Меня они не интересуют. Ну, мне это неинтересно. Кому интересно, пусть делают. Хороший классический театр. Русский репертуарный театр. Меня интересуют истинные, подлинные ценности. А это всё. Это и любовь, это верность, преданность. Ну, и возьмите Библию, там всё написано. Понимаете, как? Это как кодекс строителя коммунизма был. Так что это всё есть. И поэтому в основе наших спектаклей прежде всего это хорошая, высокая драматургия, хорошая литература. Ну, и дальше, естественно, у нас очень интересная сценография. Потому что у нас мой коллега, с которым я работаю уже... — Триста лет. — Да, ну, не триста, но точно сорок-пять патраков талантливых художников. Так вот, его и буклеты, и программки, афиши. Хорошая должна быть музыка. Мне считают, что музыка, она всегда напрямую... Это прямой путь к эмоции человеческой. Поэтому у нас хорошая музыка. Ну, и, кстати, целый ряд музыкальных спектаклей мы мне привезли. — Ну, актёры ничего. — Не традиции... — Да, и актёры ничего. — Музыка нетрадиционная для драматического театра. У нас мюзикл мы привезли и «Скрипач на крыше». Это классический американский мюзикл, и «Роковые яйца», и «Фигаро» у нас музыкальный спектакль, и «Трёхгрошовая опера». — Помощница подсказа. — Да, «Трёхгрошовая опера» — это, в принципе, в свое время, когда Брехт и Вайль написали эту музыку к спектаклю и сделали такой музыкальный спектакль. Тогда даже названия «Мюзикл» не было, поэтому они написали «Пьеса с музыкой». Вот как они написали. — Нам нужно сделать сейчас небольшую паузу, буквально половину минуты, затем мы озвучим все призы, которые у нас сегодня есть, и будем задавать вам вопросы. 211-101. Будьте готовы отвечать. — Культпоход. — Гости культпохода. Сегодня Александр Славутский, художественный руководитель и директор Казанского академического русского большого драматического театра имени Василия Ивановича Качалова, народный артист России и Татарстана, и Светлана Романова, актриса театра, народная артистка России и Республики Татарстан. До 26 июня еще театр гостит в нашем городе. Мы сегодня разыграем билеты, мы уже озвучиваем, да, что мы будем сегодня разыгрывать. Сегодня можете за правильный ответ сходить на «Золотого слона». Начало в 18.00. — Это сегодня именно, да. — Да, сегодня. Либо 26 июня можете попасть на «Пиковую даму». — Это как раз завершающий спектакль, да? Там всегда что-нибудь веселое бывает на завершающем спектакле гастролей, или это будет такой стандартный спектакль, и ничего такого с него нет. — А все спектакли и веселые, и грустные, и красивые, я считаю, что... — Ну что-то такое неожиданное послушать завершение гастролей. — А что неожиданное? Хороший спектакль? — Я думаю, неожиданное «Пиковая дама». — А это вот неожиданное «Неожиданное даму». — Да, конечно. — Далее Николай, что у нас сегодня книги, да, это Мехтильда Глейзер, автор книжной «Остранники», ограничения, кстати, сразу говорю, 16+, это книга про книги. То есть 17 линии Эми, обладая даром попадать в книги, да, и беседовать с героями, там, с Белым Кроликом, с Маленьким Принцем, другими героями шедевров. Ну, финал этой книги, как пишется здесь, по-немецки жесткий и печальный. — Еще одна книга под названием «Китай без вранья», автор Алексей Маслов, без возрастных ограничений. Это очень полезная и достоверная книга о современном Китае, о том, как там стать удачливым бизнесменом или очарованным туристом. — Ну, еще, конечно, это «Красавица и чудовище», она уже у нас вторую передачу прогресса, другая история «Бель», ограничение 16+, это «Хороший мидвел». Вы правда не знаете, что такое мидвел, но говорят, что «Хороший мидвел» о родителях «Бель», о ее взаимоотношениях с чудовищем, о любви, гармонии и вере. — Эти и другие книги вы можете приобрести в магазине «Читай город», это Преображенская улица, 65, торговый центр «Театро», либо Ленина 103А, торговый центр «Крым». — У нас, как всегда, есть билеты в галерею прогресса, там вчера открылась выставка «Пакт Рериха. История и современность», возрастных ограничений нет, пожалуйста, если вы играете, можете сходить и посетить эту прекрасную выставку. — И, наконец, Святский художественный музей имени Лоснецовых, выставка «Доль Чевита. Сладкая жизнь». Пригласители можете выбрать именно эту выставку на двух персон. Ну, а если возвращаясь к постановкам Казанского Большого Драматического Театра, то там возрастное ограничение 12+. Итак, уважаемые гости, вам задавать первый вопрос. — Да, первый вопрос. — Да, наш театр — один из старейших театров России. Может кто-нибудь ответить, сколько же ему лет? — Срочно! — Пользуйтесь подсказкой какой-нибудь, заходите. — Ну, сейчас все уже гаджеты в руки взяли. — Да, да, да. — И слава богу. — Можно в интернете на сайт театра зайти. — Казанский, академический, русский, большой драматический театр имени Качалова. — Сколько же ему лет? — Или там год основания. — Ну, или год основания, да, как удобней. — 211-101. — Смотри, смотри, между прочим, знают наши люди. — Да? — Сейчас узнаем. — Алло! — Добрый день. — Добрый, как вас зовут? — Наталья. — Наталья, очень рада вас слышать. Итак, ответ. — Ну, я предполагаю, может, лет 150. — Сколько? — 150. — То есть это предположение, человек гаджет не смотрел. — Нет. — Сходно. — Давайте вам дадим еще одну, Наталья, попытку. Побольше все-таки. Побольше. — Ну, так бы 170. — Сколько? — 170. — 170. Еще больше. Давайте третья попытка. — Ну, что, у него что, 200. — Побольше. — Холодно. — И даже больше 200. — Да, 300. — Нет, это уже... — С перевором. — Да, театр в России нет. — Ну, что, 230. — Ну, близко. — Нет, ну, это надо... — Что? — Ну, подтягиваемся к этому, да? — Да, подтягиваемся. — Подтягиваемся. — Ну, мы ее уже, Наталью, не отпустим, потому что она уже близко, да? — Да. — Все зато будут... — 225. — Все зато будут знать. — Ну, 200. — Ну, озвучивай, озвучивайте уже конкретно. — 225. — Наталья сказала 225. — А правильный ответ? — 226. — 226. — О, ну это почти 10. — Ну, я думаю, что давайте... — Это монстр просто. — На самом деле, слушайте, как говорят, столько и не живут, да? Вот, пожалуйста, и не просто живут, а еще приезжают, и еще план делают, и кассу прекрасную. — Вот так вот, 226 лет, такая легендарная история. — Ну, мы только отметили, да, 226. — Вот недавно у нас был вечер театра, посвященный 226 сезону. — Вот, Наталья, не стали мы вас отпускать, что вы хотите получить? — Я хочу театр. — Театр? — Замечательно. — Сегодня на «Золотого слона», да? — Да. — Хорошо. — Не кладите трубочку. — Билет, я сейчас вот держу это, кажется-таки, в руках, билет на две персоны. На сегодняшнего «Золотого слона». Комедия в двух действиях. Так она себе позиционируется. Ведущие тоже задают вопросы. — Да? — Да. — Театр у нас по только одним голосу. — Или, может, все-таки Александр Яковлевич? — Александр Яковлевич. — Вопросы есть у вас, нашим слушателям? — Или... — Светлана Геннадьевна. — А, он не доверяет. — Еще один вопрос, да? — Давайте еще один вопрос. — Давайте еще один вопрос. — Вот наш... Скоро гастроли заканчиваются. Замечательные гастроли в прекрасном городе с прекрасными зрителями. И заканчивается спектаклем по повести Пушкина «Пиковая дама». Слушаем вопрос. Какие три карты назвала графиня Анна Федотовна Томская Герману? — Какие три карты назвала графиня Герману? — Кто-то читал повесть, кто-то смотрел спектакль, кто-то слушал оперу. — Так что, я думаю, должны быстро отгадать. Смотри, у нас карты на ты. — Здравствуйте. — Очень любим наши слушатели. — Здравствуйте. — Как вас зовут? — Сергей. — Сергей. Ну, какие же дебликарты? — Тройка, семерка, тус. — Тройка, семерка, тус. — Бинго, вы угадали, Сергей. — Тройка, семерка, тус. — Сергей, пойдете 26-го числа на «Пиковую даму»? — Обязательно. — Все, конечно. — Договорились. Договорились. — А вот Сергей? — Да. — Да, билеты театра Качалова разошлись сразу же. — Ну, в принципе, это неудивительно, да, потому что вы как бы уже поняли, что ваш театр у нас здесь пользуется. А я не театральный человек, да, у меня, как всегда, вопросы про животных и про рок-н-ролл, да. Вот. И, значит, в тот раз у нас были эти присмыкающиеся, земноводные, даже хищные млекопитающиеся. Сегодня мы пойдем в другую. Сегодня мы начнем с головоногих моллюсков. Сейчас прозвучит фрагмент песенки, посвященный головоногому моллюску. И вот тот, кто отгадает, какому именно моллюску, тот получит следующий приз. Ну, я думаю, все узнали песенку группы The Beatles «Голос Ринга Старая». Это, кстати, песня уникальна тем, что одна из двух, которые он вообще сочинил. Одна из двух? Да, он всего их две сочинил, пока они там были, вот ему как-то не доверяли. За барабаном не сочиняется. Вот. Да к какому же моллюску посвящена эта песня? И три варианта ответа, как всегда. Это каракатица, это кальмар или это осьминог? Вот тот правильно ответит, тот получит на следующий приз. Быстро берите телефонную руку. Берите и обгадывайте. Звоните 211-101. А может, предысторию какую-то создание этой песни? Ну, тут как таковой предыстории нет, просто он как-то отдыхал на одном острове, значит, ему вместо, извините, курицы подали вот мясо этого животного. Ну, так, он никогда раньше его не пробовал, он же простой парень, ты из простой семьи, вот. И рассказали байку о том, что эти животные якобы собирают на дне всякие блестящие штучки, и из них делают свои сады. Вот он и назвал эту песенку. Вот сад вот этого животного. У нас есть желающие ответить уже. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Александр. Ну, давайте сходу ответ. Правильный на ваш взгляд. А, вы скажете, да? Так, было три варианта, Александр. Каракатица, кальмар или осьминог. Осьминог. Совершенно верно. Слушайте, а? Как он быстро, а? Конечно, это сады осьминога, песенка группы Битлз. Вы угадали. Ну что ж. Теперь выбирайте, что вы хотите получить. Теперь выбирайте, что вы хотите получить от нас. Я бы сходил в музей Воснецовых. В музей Воснецовых. Красный Дольче Вито, отличная выставка. Хорошо, все не кладите трубку. Мастера живописи, скульптуры разных эпох, как они видят сладкую жизнь. Наш редактор объясняет. Вот разные варианты, там, 300 лет назад, 200, 100. Обращаюсь к нашему звукорежиссеру, нам сходить на рекламу или я могу вопрос задать? Могу все-таки вопрос задать. У меня тоже вопрос музыкальный. Вы знаете, сегодня 23 июня, какой день, какой день. Сегодня день балалайки. Но не просто день балалайки, а день балалайки, международный праздник музыкантов-народников. А, то есть не только балалайки, но и вообще народные инструменты. Зурнистов, исполнительный дутат. Да, есть у меня несколько загадочек. Давайте сейчас прозвучит, собственно, фрагмент, аудиофрагмент. Это игра на русском народном инструменте. Ваша задача угадать, как он называется. Пожалуйста, первый отрывок. Вот так вот. Эко ты задал, а? Рыжок, наверное. Ну, на самом деле, духовых там... Ну, духовой ведь инструмент. Духовой инструмент слышно, да. Деревянный духовой инструмент. Да? Деревянный? Надо предполагать, что деревянный. Деревянный звук-то такой. Как-то, я думаю, что народные инструменты из железа не умели делать в основном с деревом или из камушков. 211-101, ваши догадки, предположения. Можете, собственно, не один раз позвучивать варианты ответа. Если неправильно, мы подскажем. Ждем вашего звонка. То есть не бойтесь, звоните, мы вам поможем. Да. Ну, честно говоря, вроде много разных слышал. Не узнал сходу. С похожим звучанием очень много. Ну, да, духовых-то много довольно, и у разных народов разные. 211-101. Ну, это именно русский, да? Именно русский народный инструмент. Ну, восточнославянский, русский. А, ну, понятно, понятно. То есть не из Кавказа, да? Понятно. Ну, что, украинцы, белорусы. Есть желающие ответить? Алло, добрый день. Светиль. Алло. Алло. Да, добрый день, слушаем вас. Как вас зовут? Да, здрасте. Сверель. Сверель. А это, видимо, Владимир Маматов. Мы так по голосу узнали. По голосу узнал. Человек не успел далеко из эфира отъехать. Он был у нас полчаса назад здесь в эфире. Ну, спасибо. Владимир, я даже знаю, что ты угадаешь, какой приз ты выберешь. Приз только один. Это книжка «Китай без врачей». Ну, я сразу понял, что ты на него так смотрел такими глазами. Алексей Маслов. Алексей Маслов «Китай без врачей». Ну, все, Володь, дорогу ты знаешь. Нет, Маслова я просто очень люблю, потому что он хороший востоковед, он нормально пишет. Владимир, в общем, «Дорогу на Эхо Москвы» знаешь, книжка для тебя здесь будет лежать. Ну, я догадываюсь, ребята. Через часик-полтора раз расскажу. Отлично. Все, до встречи еще раз. Мы сейчас сделаем небольшую рекламную паузу, после чего еще будем задавать вопросы и разыгрывать наши призы. Культ поход. Ведут культ поход Николай Гуликов. И Владимир Сметанин. Да, и наши гости Александр Слаутский, художественный руководитель и директор Казанского академического русского Большого драматического театра имени Качалова, народный артист России и Татарстана, и Светлана Романова, актриса театра этого народной артистки России и Республики Татарстан. К сожалению, мы билеты уже разыграли на постановке этого театра, на «Пиковую даму» и на «Золотого слона», но все-таки давайте повторим, что у нас еще есть. У нас еще осталось две книги. Это, конечно, книжные страницы. Мехтиль де Глейзер, очень увлекательная книга, хотя вот, к сожалению, говорят, что с ним по-немецки жестким и печальным финалом, но очень красивая книжка, я бы такую с удовольствием дома имел. И «Красавица и чудовище», да? Мы еще не разыграли. «Красавица и чудовище» у нас еще осталось. Другая история, Белль. У нас остались пригласительные билеты, можно сказать, почти в неограниченном количестве, в галерею прогресса на выставку «Пак Трерих», которая открылась там вчера. Мы сейчас с нашими гостями в перерыве говорили о наших дорогах. Это такая избитая и больная тема для всех. Тема избитой дороги. Приезжает нас, а вы въезжали к нам на колесах. Для России она избитая. Вечная она тема. Но для Кирова она очень важна. Я думаю, что дороги надо делать, театры надо делать. То есть как бы вот есть объем работы будущего губернатора. Чтобы дорога в театре. Я желаю будущей власти, чтобы ее избрали, и чтобы было все хорошо. Чтобы дорога вот из Казани прямо до театра. Да. И тогда мы будем вас ждать на следующей гастроли. А вы, кстати, из Казани как? Через Ешкарлу? Да. Мимо Ешкарла. Мимо. А, мимо Ешкарла. Через Ешкарлу. Через Ешкарла, то есть, да. Дорогу Ешкарла, по Казани. То есть был же вариант еще с юга области к нам пробираться. Там будет хуже. Там дорога просто, честно говоря. Да. Тем более с таким грузом, с таким скарбом. Такое, что обратное предстоит. Но теперь мы уже готовы. По тем же дорогам. Домой оно легче. Тем более у нас впереди сейчас фестиваль в Москве. А, то есть вы не в отпуск сейчас? Нет. Дальше фестивали. Мы сыграем еще спектакль фигаров на фестивале губернских театров. Станиславский. Сезон Станиславский. Это всероссийский фестиваль, да? Да, всероссийский. Там четыре театра. Театр Бутусова спектакль. Наш спектакль фигаро. То да сё, спектакль Гриншпана. И вот кукольный спектакль. Четыре спектакля. Мы будем играть, сыграем. Там мастер-классы проводятся. В общем, это хорошее дело. А потом пойдем в отпуск. Потом в отпуск. У нас в последнее время в драматическом театре появилось много молодых актеров. Вы, кстати, как в этом отношении? Какая политика? У нас вообще основа театра молодежи. Молодежь. У нас полтрупа. Это мои ученики. Два курса гитисовских я выпустил. Вот они работают в основном. Уже и стали заслуженными и народными артистами. Так что у нас опора на молодежь. Потому что старшее поколение, оно уже уходит. Но взрослеет, стареет. У нас есть небольшое количество взрослых артистов. Светлана Геннадьевна главой сейчас качает. Ну да. Она не отнесла себя к этой категории. Старшее поколение у нас есть. И Михаил Галицкий. И Геннадий Протков. И Светлана Романова. Ну и к чему это? Да, вот просто есть старшее поколение ведущие артисты театра. И остальные молодежь у нас. И Илья Петров, Илья Славуцкий. Елена Ряшина. Основа. Марат Голубев, я смотрю. Нет, молодежь, конечно, основа. Эльза Фардеева. Ваша Надежда Ешкилева. Она тут из Кирова-Чепецка. Из Кирова-Чепецка? Да. Город родилась. Да, вот у меня Славянка Кащеева тоже. Откуда она? Вятские поляны. Но это далеко отсюда. Ну это она. Так или иначе, наша региона. Да, она выпускница нашего института. Вятские поляны. Так что связи у нас имеешься. Мы соседи, ну господи. А, кстати, считается, что актерам разных возрастов как-то трудно выживаться вместе. Так ли это? Нет? У нас в театре не трудно, потому что у нас в театре единое началие. Я же сказал, что и то, и другое. Поэтому в какой-то сложной ситуации всегда, конечно, принимает решение творческий компонент во мне, так сказать. Поэтому, а раз творческий, значит, и все у нас основа критерий этого творчества. У нас все подчинено творчеству нашему. Поэтому не финансам, а творчеству. И если это надо для творчества, то о финансах скоро не разговариваем. Значит, надо. И молодежь также. Если эта молодежь работает на нашу художественную идею, то и старшее поколение ее любит, и младшее поколение ее любит. Потому что в противном случае у нас демократии нет. У нас есть диктатура творчества. А она воплощается, вот скажем, с моей, при моей, так сказать, активной позиции, силе, власти. В противном случае нельзя. Театр нельзя превращать в эту барахолку, где хором чего-то решают. Хором ничего невозможно решить. Ведь, понимаете, я всегда верил в роль личности. Народ, это дело очень важно и нужно. Это героические поступки совершал. Но обязательно во главе должен быть какой-то творческий лидер. Ну, корабль без капитана не плавает. Понимаете? Это все разговоры, сказки. Мы же не пираты. Да и у пиратов капитана. Да и у пиратов должен быть и свой капитан. Еще как. Еще какой. И у нархистов батька Махну. Да, для того, чтобы театр стабильно работал и хорошо работал, надо, чтобы был во главе творческий лидер прежде всего. Чтобы была художественная идея, на которой должны работать всем коллективом. И администрация, и артисты должны все работать. Но для этого надо лидеру понимать, что надо занимать своих любимых. Я вот назвал артистов Светлана, говорит, зачем? Ну, потому что я вижу те артисты, которые у меня работают в спектаклях. Я их люблю. Я их холю, лерею. Мы платим хорошую зарплату. Конечно, ну, конечно, средняя зарплата у нас в театре 50 с лишним тысяч. Средняя зарплата. Так что, понимаете, это приличные деньги для не Москвы, скажем. Но нам только позавидовать остается. Да, потому что... А у нас и правительство наше ставит такую задачу. Она вот даже закон... Правительство республики. Республики, да. Они сейчас приняли там постановление, что 25% внебюджетных доходов на развитие, а 75% на зарплату направлять. Я даже специально просил разрешения у президента, чтобы мне разрешили 50 на 50, потому что, ну, дальше уже нельзя. Если я повышу на столько, то уже будут как бы... Ну, у нас больше, чем по республике, средняя зарплата. Может, коситься на вас будут как-то, да? Ну, да, конечно. Светлана Геннадьевна, вам следующий вопрос задавать. Есть еще вопрос? Конечно, есть. Вот Александр Яковлевич сказал, что после наших гастролей в городе Кирове мы играем в сезоне Станиславского фестиваль губернских семьях, театров. И с этим играем «Женитьбу Фигаро». Мой вопрос. Как мысли черные к тебе придут, Откупори шампанского бутылку, Иль перечти «Женитьбу Фигаро». Кому принадлежат эти слова? 211-101. Вы имеете в виду автора этого текста, либо персонажа, который говорит? Автора этого текста. То есть автора текста. 211-101. Какой? Могу подсказать. Не надо подсказывать. Александр Яковлевич отрезал. Так не надо подсказать. Отрезал. Мне кажется, тоже подсказка тут излишняя. Пять минут у нас остается, и вы можете выиграть книги, либо пригласительные на выставку. А мне дают сегодня передвиг. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Андрей Жигалин, мы так понимаем. Да, да. Да. Вам-то не знать, Андрей. Ну, это, конечно, Пушкин, это Моцарт и Сальери, говорит Моцарт. Я ожидаю от счастья. Это был наш вязкий поэт Андрей Жигалин. Он должен был даже, если бы его разбудили бы, он должен был это сказать. Андрей, касается и чудовища, другая история Бель книга. Книжные странники книжка Мехтильда Глейзер, либо выставка Пактор Эриха История Современности. Книжные странники. Книжные странники. Вот я так и подумала. Он должен только эту другую выбраться. Тоже предсказуемость совершенно. Приз выбирает Андрей. Все хорошо, отлично. Не кладите трубку. Следующий вопрос от Николая. Ну, у меня следующий вопрос, опять же, про животных, на этот раз очень неприятных, да. Ну, и фрагмент музыкальный, Это прекрасная американская инди-группа. Называется Е-Е-Е-З. Ее солистку из этой группы зовут Карин О. Она такая девушка происхождения наполовину корейского. Наполовину польского. И песенка посвящена насекомым, которые всем нам очень сильно мешают жить. Им там в том числе. Они относятся к ней. Есть такой термин, такой комплекс гнуса, да. Вот это вот насекомое, но из этого комплекса. Вам угадать, кому посвящена эта песенка? Комарам, москитам или мухам цц. Это все насекомые из комплекса гнуса. 211-101. Слушай, уже звонят. Даже творчество Карин О прекрасно знают в городе. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Светлана. Светлана. Каким насекомым посвятила Карин О эту свою песенку? Комарам. Вы знаете, ответ на зачесть, потому что комары и москиты, они не сильно отличаются друг от друга. Родственники. Там они родственные, очень близкородственные. Просто комары в воде продолжают свой род, а москиты в почве, да. А так вот я бы их не отличил. Ну что ж, будем считать, что вы угадали. Ну вы угадали, да. Не будем считать, угадали. Не будем считать, что вы угадали. Вопрос. Международный праздник музыкантов-народников. Еще один фрагмент музыкальный. И ваша задача угадать, что это за инструмент такой народный. Если вы не расслышали, еще можем разочек запустить. Разочек. Ну, судя по всему, инструмент ударный. Ударный, судя по всему, тоже деревянный. Перкуссия какая-то, да, деревянная. Вот что-то в одной... Ну, понимаешь, там есть несколько вариантов от ответа. Я даже не знаю, что сейчас видите, потому что у меня вот уже два родилось. Вот уже есть желающие. Есть уже желающие. Конечно. А слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой зовут? Желаю Михаил. Михаил. Вот то, что вы сейчас слышали, это что такое звучало? Я думаю, это ложки. Ложки? Я тоже подумал сначала, что ложки. Ложек немножко. Похожий звук. Похожий звук. А еще какие варианты у вас есть? Еще такой инструмент есть с таким смешным названием очень. Ну вот смотрите. В одной руке исполнитель держит палочку, так что ее назовем. А в другой, ну вот предмет побольше, чем палочка. Я понял. Как он называется? Вот спички в чем хранятся? Я говорю, смешное название такое, немножко литературное. Спички в чем хранятся? От Гоголя. Спички. Коробочка. Упаковка. Коробочка. Это действительно коробочка. Да, инструмент называется коробочка. Но он не только русский народный, он, кстати, даже в симфоническом используется. В общем, общими усилиями мы добрались до истины. Ну что, пойдете на выставку? В Галилею прогресса? Ну, пойду, да. А у вас, собственно, нет выбора. Что делать? Вам теперь придется. Это последний приз в сегодняшнем культпоходе. Спасибо большое. Не кладите трубку. Ну и вот уже, собственно, добрались мы до финала культпохода. Большое спасибо нашим гостям. Александр Славутский и Светлана Романова. Удачного вам, успешного, триумфального завершения гастролей. Спасибо. Уж куда еще триумфальнее. Ну, Александр, я не хочу. Нет предела совершенству. В следующем году планы. От чего будет зависеть ваши дальнейшие, собственно, планы на наш город. Мы хотим в Севастополь съездить. В Китай. В Китай. В Германию. В Германию. Александр Яковлевич, ну на всякий случай, вы же заметили, что если к нам приедете, то касса пополнится. Мы же вам прибыль даем. Так что не забывайте нас, пожалуйста. Мы вот Ульяновск для себя в свое время откопали и дважды туда съездили. Успешно, супер успешно. Думаю, что вот в Киров можно будет еще приехать. Будем ждать. Будем ждать. С удовольствием, конечно. Будем вас встречать. Спасибо большое. Удачи. Спасибо всем зрителям. Благополучия, Кировчан. До свидания. До свидания.